Добрый день, уважаемые читатели! Библиотека «Филиал Западный» представляет вашему вниманию исторический час «Золотая Орда. Золотая Колыбель». Мероприятие посвящено 750-летию Золотой Орды и приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан. Празднование 750-летия Золотой Орды было анонсировано в 2019 году в ежегодном послании президента Касымжомарта Тукаева народу Казахстана. Тема Золотой Орды имеет важные историко-идеологические причины, так как любая нация нуждается в историческом осознании своего прошлого. Золотая Орда является одной из прародительниц современного независимого Казахстана. Подробнее об этом расскажет кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана Кустанайского регионального университета имени Ахмеда Байтурсынова Айбек Батырханович Шалгимбеков. Салем Ассиба. Добрый день, уважаемые читатели. Ну, во-первых, я хотел бы объяснить, почему 750 лет, что это за государство Алтынорда. Мы знаем по ходу Чингисхана. К 1224 году постом завершилось завоевание территории Казахстана. И в 1219 году умирает старший сын Жоша. И согласно летописи Шангас-Наме, Чингисхан приказал поставить три юрты. Одну золотую, одну голубую, одну белую. И того, кого он поселит в золотой юрте, тот будет главным из его наследников вот этой большой империи. И вот Шангас-Наме повествует, что золотой он поселил сына Жоша Бату, одного из старших сыновей, который еще уже принимал участие во многих походах. И Шангас-Хан вот ему доверил управление самой большой территорией. В белой он приказал поселить Ордайджена, тоже одного из сыновей Жоша Хана, и синий Шайбана. И вот эти три династии в дальнейшем продолжили управлять вот этим огромным наследством. Ну, если считать арифметически, 2019 год, 750 лет, это будет 1269 год. Почему именно вот этот год историки определили? Ну, в принципе, так-то вот после смерти Чингисхана его держава еще была единой, но уже при внуках Чингисхана она начала распадаться. И вот как раз один из решающих поворотных моментов, положивший начало распаду огромной монгольской империи, был Талаский Курлтай. Он состоялся на территории Казахстана, вот в Семеречи, Палас, река, это вот Жамбульская область. И там собрались представители монгольской и тюркской снати. И на этом Курлтайе было решено, что останавливаются дальнейшие походы военные. Ну, если говорить современным языком, на этом Курлтайе шел очень важный спор-диалог. Продолжить ли походы, ну, чтобы выполнить завещание деда, да, Чингисхана, к Последнему морю, да, чтобы всех объединить в одно сильное и мощное государство? Или прекратить и заняться укреплением своего государства в Улусах? И вот этот Талаский Курлтай как раз был решающим, победила та группа представителей, которые были за прекращением походов и заняться вот экономической торговлей стороной, мирной жизнью. И вот как раз и Улусы получили очень большую самостоятельность. И фактически самая большая часть вот Улух, Жорше, вот во всех исторических источниках, это территория, объединившая вот от Иртыша, Алтая, весь восточный Дешикипчак до русских княжеств включительно, да, мы знаем, походы по Тея завершились в Восточной Европе, вот эта огромная территория, Северный Кавказ, включилась вот Улух, Жорше, самый большой Улус. Его назвают источники арабо-персидские, восточные, тюркские, Улухулус. Это было самое большое государство на тот момент, 13-14 век в мире, по территорию и по охвату. Вот, допустим, посол французского короля Гильон де Рубрук, посланный в Орду для налаживания дипломатических, политических отношений, экономических, пишет, я посетил столицу Улухулуса, он так и пишет, сарай Бату. Он находится как раз на Волгерике, ну, вблизи нынешнего, недалеко от нынешнего города Волгоград, и он пишет, вот летопись гласит, что я на коне потратил весь световой день, объезжая границы города. Он приводит цифру, что это крупный город, он удивился, как вот этот огромный город с дворцами, с мавзолеями, с мечетями, вот, население 200 тысяч человек, что здесь находятся торговые представители с Кавказа, с Китая, из Персии, с Арабского Востока, русские купцы, здесь и торгуют, он сам как раз приехал через венецианских купцов, здесь находится факторий и западных купцов. Термин «Золотая Орда» появляется гораздо позже, это в конце 16 века в русских летописях. Самого уже государства не существовало, а термин этот закрепился вот с подачи русских летописей. Ну и как раз вот большая часть нынешнего Казахстана как раз вошла в состав этого государства, и потому что именно казахское ханство, династия, вот, боровшаяся с Шейбадидом, династия Урдайджена, стала управлять позже уже с периода Кирейжа-Немека вот казахским ханством. И, конечно же, это имеет огромное значение для дальнейшего развития казахского государства. Конечно, для истории тюркских народов, в данном случае, вот, потомки золотой роды, и это и Казахстан, и Татарстан, и Башкортостан, и народы Северного Кавказа, и, конечно же, славянских народов, вот, территорию русского государства. Это единая история, которая вложила определенный этап в развитие. И, в заключение, я бы хотел бы сказать, что золотая рода играла большую роль, несомненно, это уже бесспорно, это и признается и западными историками современными, что политической жизни Евразии. История Казахстана охватывает четыре крупнейших события, которые олицетворяют четыре этапа становления независимости. Первый этап – откачевка Женебека и Кирея в 1546 году. Это событие является началом возникновения казахского ханства. Женебек и Кирей сумели вырваться из власти шейбанидов, собрать и увезти племена, подданные им, и сплотить казахский народ. Второй этап – почти полуторавековая борьба против джунгарских завоевателей за сохранение самостоятельности национальной государственности казахов. Третий этап – антиколониальная борьба, первые признаки борьбы против тоталитаризма. И четвертый этап – 16 декабря 1991 года – объявление государственной независимости Республики Казахстан, что означает формирование новой политической системы, характеризующейся сильной президентской властью, основанной на принципах демократии и уважение основ прав и свобод человека. Представляем вашему вниманию тематическую литературу, которая поможет вам изучить более подробно историю становления нашего государства. Книга «Улы дала мемлекет-тире» рассказывает о богатой истории тюркских государств, которые жили на огромной территории Евразии на разных этапах истории человечества. История Золотой Орды это история войн и внутренних усобиц, кровавой борьбы за трон, что привело в итоге к распаду и образованию на его территории новых ханств, в том числе казахского. Об истории казахского ханства расскажет вам книга «Казак хандыгы тарихы» «Куралуэ ирлеуэ колдарауэ». В издании освещается роль выдающихся исторических деятелей, которые боролись за создание и укрепление казахского государства. Главная тема сборника журналиста и общественного деятеля Аскарбека Бектемисова «Независимость» это бесценное богатство казахского народа, о котором веками мечтали наши предки. В статьях и очерках отмечаются все достижения суверенного Казахстана, новая столица, стратегия Казахстан-2050, план нации 100 конкретных шагов и многое другое. Лауреат премии президента Республики Казахстан Булатбек Толиберген в своей книге «Касиеттемжильтоксан» осветил причины, ход событий и последствия восстания в Алматы в декабре 1986 года. В ней рассказывается о мужестве нашей интеллигенции и молодежи, открыто продемонстрировавших свою гражданскую позицию. В данном издании рассмотрен широкий круг актуальных вопросов. Кризис и распад системы советского социализма, становление и возрождение основ государственности, политическое, социально-экономическое, духовно-культурное развитие Казахстана с начала 90-х годов 20-го столетия до наших дней. Показаны основные этапы развития современного казахстанского общества. Все эти книги вы можете взять для чтения в библиотеке филиалий Западной. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok